Любовь с первого взгляда, возможно, к такому выводу пришли ученые, чтобы определить, подходит нам человек или нет, и хотим ли мы продолжить с ним отношения, нам нужно от пятой доли секунды до трех минут. И лучше, чтобы это произошло в экстремальной ситуации. О чем это ты? А, так гораздо больше вероятности, что люди, встретившиеся, полюбят друг друга. Вот только, Андрюша, представь, я стою на склоне какой-нибудь горы, и тут бац-бац, и выходит какой-нибудь красавец-мужчина, и все, я в него влюблена. Вот видишь, как романтично. Он тебя спасает, да, и все у вас хорошо. А вот теперь представь, что потом Аполлон твой говорит, Таня, слушай, а свари-ка ты борща, понимаешь, все. А ты его готовить что? Не умеешь, он собирается, уходит, вот такая драма жизни, как тебя. Ну и все-таки, а какие камни разбиваются любовные лодки, и где спасательный круг в этих непростых вопросах, разбиралась Юлия Сауляк. Они познакомились также в баре. Любовь работала в ресторанном бизнесе. Русский парень Евгений в красавицу-кореянку влюбился с первого взгляда. На предложение руки и сердца она согласилась, но фамилию взяла свою. Он против корейской традиции не возражал. У Любы фамилия такая, своеобразная, она там перепутанная, просто таких фамилий нету, которые есть у Любы, поэтому предложили, я предложил оставить. Тем более, как бы, ну у меня мама тоже Люба, что путаницы не было. Сегодня в семье Албутовых и Мунхак уже двое детей культуры и традиций переплелись. Кореянке Люби пришлось хорошо изучить русскую кухню. Ну, блины чаще дети требуют. Муж как бы нет, муж очень любит тоже корейскую кухню. Ну, в принципе, дети тоже любят. Остальным членам семьи пришлось вплотную познакомиться с корейскими праздниками. Вот корейский Новый год, нравится выступление. Как бы, это очень красиво выглядит. Все эти танцы восточные. Здорово. Смешанных браков в многонациональной Тюмени немало. Однако о том, кто счастливее, статистики нет. За последнее десятилетие количество браков, регистрируемых в Тюмени, значительно выросло. Но и разводов тоже не стало меньше. В январе этого года в нашем городе появились почти три сотни новых семей. Но почти столько же и распались. Согласно соцопросам, основные причины разводов – измены и бедность. Но психологи уверяют, это только верхушка айсберга. Не хватает денег, да, это вот такая банальная фраза, широко распространенная, да. А супруга что говорит этой фразой? Не хватает внимания того, которое я бы хотела получить для себя. Даже в счастливом браке отмечают кризисный возраст, как у ребенка год 3-7. Взаимоотношения, как красивый ковер и каким будет узор, зависит от обоих партнеров. Мы каждый день заботимся о себе. Какую-то одежду себе красивую покупаем. Почему бы то же самое не сделать для своей семьи? Вот и у Албутовых Мунхак свой секрет семейного счастья – не поддаваться стереотипам. Много из-за принципов каких-то непонятных, глупых, надуманных каких-то, скажем, проблем бывает. То есть из-за этого нужно принимать ошибки, да, если ты не прав, там, извинись. То есть не надо как бы там как-то обижаться долго. То есть все, мы живем, то есть у нас одна семья, одна цель, как бы, и так далее. Юлия Сауляк, Алексей Безделов, Алексей Красных, Сибинформбюро.